Пусть простят нас, милые дамы, желающие принять участие в нашем проекте. Но в феврале месяце предпочтение мы будем отдавать молодым людям. В честь, пожалуй, главного для них праздника в году. Итак, это проект. Да и после встречаем нашего сегодняшнего героя. Баир Орданов. Возраст 24 года. Рост 174 сантиметра. Размер одежды 52-54. Семейное положение – холост. Род деятельности – мерчендайзер. Для чего вы здесь? Ну, не знаю. Наверное. Следовать моде. С временем молодежи мне интересно поучаствовать в этом. Ну, вообще, я работал мерчендайзером. Сейчас меня немного повысили, и мне нужно общаться с людьми. И я думаю, что проект «До и после» мне в этом много поможет. А вообще, что из себя представляет ваш гардероб? Ну, это обычно спортивный. Два костюма и все. А может быть, в личной жизни как-то новый образ мог бы поспособствовать? Что можете об этом сказать? Хочу завести семью и найти девушку. Какие опасения, страхи, может быть, у вас перед проектом есть? Да, особо нет. Ничего не боитесь? Готовы ко всему? Да. Ну, что ж, героя на сегодня человек мало, но их холостой. Хотя пишет, что уже с удовольствием бы нашел девушку и обзавелся семьей. Ну, передача-то у нас немного другого профиля. Чем мы можем здесь помочь? Ну, хоть и говорят, что женщины любят ушами, а мужчины глазами. Девушки все-таки на первых свиданиях обращают внимание на внешний вид своего кавалера. Ну, и мы пошли с очередной. Да, девочки, согласны? И вообще, я считаю, что эту поговорку придумали именно мужчины. Скорее всего. Скорее всего, потому что им просто нужно иногда оправдать свой не совсем удачный внешний вид. Ну, я вам вообще честно признаюсь, мне мой муж, мой супруг изначально понравился именно вот этим своим лоском. То есть это пиджачки, ботиночки. Ну, в общем, клюнула, но весьма удачно оказалось, что у него еще и богатый внутренний мир, и чувство юмора присутствует. В общем, куча других достоинств. Тебе очень повезло. Ну, очень понятно. Баир у нас не зря оказался в нашей передаче. Нет, свой фронт работы известен. Мне тоже все понятно. Баир пишет, что у него в гардеробе очень много черных вещей, поэтому мы с ним будем уходить от черного. Ну, а я поддержу все ваши любые идеи. Помогу, чем смогу. Работаем? Работаем за работу. Ольга Трубачеева, стилист проекта. Привет, Баир. Меня зовут Ольга. Здравствуйте. Очень приятно познакомиться. Баир, я тебе сегодня подготовила три комплекта. Первый образ у нас, как правило, бывает классический. Ну, я думаю, в классике ты ходишь достаточно редко. Ну, да, очень редко. Классический костюм у тебя вообще есть в гардеробе? Да, есть парочка. Ну, я думаю, что чаще всего ты ходишь, наверное, на какие-то только торжественные, да, события, мероприятия. В жизни ты ходишь достаточно редко. Поэтому тебе для классики, я бы предложила для более такого делового, да, стиля, предложила бы использовать в основном только пиджак. Ну, смотри, здесь вот такое сочетание, когда идут пиджак и джинсы, либо брюки. Я не раз уже повторяла, повторюсь еще раз, пиджак должен покупаться отдельно. То есть мы его не берем из классического костюма. И то же, что немаловажно, что обязательно у нас, если ты подбираешь брюки, то брюки, они должны быть по своей текстуре, то есть по плотности. Обязательно точно такие же, как пиджак, ни в коем случае не тоньше. Также есть еще определенные правила при ношении пиджака. При наличии пуговиц нижняя никогда не застегивается. Если мы надеваем рубаху или, как показано здесь, джемпер, то здесь тоже существует, да, определенные правила. Манжета у тебя обязательно должна выглядывать, как показано здесь, где-то на сантиметр или на полтора. А также в мужском гардеробе с выбором брюк у вас не очень, да, широкий выбор. У вас вы чаще носите либо джинсы, либо брюки, либо это чинесы. Поэтому, чтобы образ был интереснее, я всегда советую обращать внимание на цвет. То есть добавляет цвет, и ты будешь выглядеть более интересно и более стильно. Думаю, второй образ тебе тоже понравится. Здесь показана куртка, но куртка, она как бы не простая, она двухсторонняя. То есть в одной вещи мы будем сочетать с тобой сразу две. То есть если ты надеваешь куртку этой стороной, да, такой баллоневой, то образ получится у нас более спортивный. У тебя будет возможность перевернуть эту куртку. Во-первых, здесь появляется другая текстура ткани. Ну и во-вторых, образ ты создашь уже более деловой и более сдержанный. Третий образ у нас самый функциональный, потому что вот в этой куртке сочетается сразу три вещи. И я думаю, тебе прекрасно подойдет на весенний сезон. Смотри, во-первых, первая вещь, которую мы сейчас видим, это куртка у нас зелено-черного цвета. Ну, если мы ее расстегнем, то мы получим еще две вещи, да. То есть у нас, во-первых, это будет куртка черного цвета, и также это будет отдельный жилет, который ты сможешь потом весной носить поверху джемпера, да, поверх какой-то кофты. Но образ у нас получится достаточно легким и в то же время комфортным и теплым. Также очень часто молодые люди не знают, как правильно сочетать цвета. И чаще ваш гардероб бывает, да, ваши образы бывают либо монохромные, то есть вы ходите в одном цвете, либо вы добавляете буквально там максимум два цвета. Такая подсказка, чтобы тебе было проще, если ты одеваешь какую-то достаточно яркую, насыщенную вещь, то желательно, чтобы она у тебя не существовала одна, и пусть она будет дополнена, да, еще чем-то. Например, как показано здесь, то есть у нас красная кофта, в то же время мы видим, да, что у нас обувь и на обуви у нас красные шнурки. Это правило цветовой координации, которому необходимо следовать даже мужчинам. Гардероб Аира пополнился стильными вещами на все случаи жизни. А как насчет стильных аксессуаров? За ними отправляемся в салон оптики. Предлагаю тебе сегодня подобрать очки из всемирно известной марки Ray-Ban. Очки Ray-Ban, они созданы специально для молодых, динамичных людей, которые стремятся подчеркнуть свою индивидуальность. Как ты думаешь, это для тебя? Ну, думаю, да. Именно поэтому я тебе предлагаю очки марки Ray-Ban. Они идеально впишутся в твой новый гардероб. И можно будет сказать, что ты будешь максимально готов к новому сезону. Хочу отметить, что у этой марки богатейшая история. Также очки Ray-Ban являются очень престижным аксессуаром. У них можно встретить звезд спорта, актеров, музыкантов мировой величины. И в то же время эта марка очень демократична. У нее миллионы поклонников, и я думаю, что ты станешь одним из них. Любой человек сможет найти модели по своему вкусу. Здесь есть и классические модели, и элитные, и ультрамодные. Но самое главное, что очки Ray-Ban смогут отразить наш взгляд на жизнь. И станут незаменимым элементом стиля. Ведь девиз Ray-Ban звучит «Никогда не прячься, будь собой». Работа стилиста по созданию нового образа нашего героя подходит к концу. За дело берутся профессионалы другого профиля. Юлия Борисова, парикмахер проекта. Баир, привет! Здравствуйте! Ты готов к преображению? Да, готов. Закрывай глаза, начнем. Парикмахер добавляет последние штрихи к стильной прическе. К работе подключается визажист. Наташа Попова. Видажист проекта. Привлекательный внешний вид и здоровье. К этому стремятся не только представительницы прекрасного пола, но и наши мужчины. В этом им помогут советы специалиста Центра релаксации. Мужская кожа, как и женская, нуждается в уходе. Нашему герою можно предложить спа-процедуру обновления. В эту процедуру будет входить посещение хамама, приятная помывка всего тела и ослабляющий сеанс релаксации от кончиков пальцев ног до макушки головы. Мужчинам также не стоит забывать о коже лица. Косметологи всегда помогут избавиться от таких проблем, как закупленные поры, акне, купероз и раздражение кожи после битья. Для крепкого мужского здоровья советуем посетить процедуру пантовые ванны с экстрактом морала. Эти ванны имеют благотворное влияние на весь организм человека. Они улучшают сердечное, простудистую, нервную и половую систему, укрепляют иммунитет, замедляют процессы старения, а также имеют положительный эффект при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. К основным проблемам сильной половины человечества стоит отнести мозоли, грибок стопы, броши и ноготь и другие проблемы ног. Для их превращения и удаления советую вам аппаратный и классический педикюр. Здесь одни плюсы. Забудьте о проблемах с ногами и насладитесь приятным массажем стоп. Что нужно для создания и поддержания образа успешного мужчины, знает и наш следующий эксперт. Мужчинам тоже нужно хорошо очищать кожу от загрязнений. И поэтому мы хотим предложить нашему герою очищающую минеральную линию на основе натурального древесного угля и марокканской глины. Линия включает три средства. Первое – это мыло, которое эффективно удаляет загрязнений, впитывает излишки жира, очищает поры, выводит токсины, борется с угревой сыпьей и освежает кожу. Второе средство – это маска для сужения пор. Она стягивает расширенные поры, очищает поверхность кожи от жира и загрязнений, выводит токсины и уменьшает воспаление. И, наконец, маска для носа, которая идеально очищает поры носа и борется с угревой сыпью. Запатентованные компоненты в ее составе предотвращают излишнюю секрецию сальных желез, стягивая расширенные поры. Также мужчинам следует уделить особенное внимание своим ногам. Мы предлагаем пилимаску для ног. Она предназначена для интенсивной гигиены мозолей и трещин на ногах. Это высококачественное и эффективное средство, которое делает вашу кожу мягкой. После применения маски очищающий гель впитывается в кожу, и в течение 3-7 дней роговевшая кожа отслаивается естественным путем. А тем временем в салоне наши профессионалы заканчивают свою работу. Пришло время оценить результат. Баир, конечно, перемены у наших героев бывают не столь кардинальными, как у наших героинь. В оморок никто не падает, за сердце не хватается. Но, тем не менее, все изменения налицо. И мы считаем, что все перемены к лучшему, и рассчитываем, что ты скажешь то же самое. Открывай глаза. Ух ты, вау, мастер-класс. Телочку нормальную, покороче сделать. Была такая стрижка? Нет, не разная. Мальчик-красавчик. Ну все. Так, ну это, елка. Ты, кстати, первый молодой человек, который такого рода вопрос задает. Это обычная женская природа. Очень приятно. Правильно? Очень. Все верно. Мы очень рады, что тебе нравятся результаты. Я думаю, пора на фотосессию. Новый образ, новая стрижка определенно к лицу нашему герою. Остался завершающий этап проекта. Профессиональная фотосессия. Евгений Чебунин. Фотограф проекта. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Это был очередной удачный эксперимент команды «До и после». Мы желаем Баиру, чтобы перемены во внешнем облике привели к желанным для него переменам и в личной жизни. А еще победы в нашем конкурсе преображения на призы от партнера магазина корейской косметики «Миша». А еще, дорогие телезрители, не забывайте о наших страничках в социальных сетях. Там вы найдете массу всего интересного, познавательного, того, что не вошло в основную программу. На этом у меня все. До новых встреч. Пока-пока. Ну, мне понравилась ваша передача, особенно работа ваших специалистов, стилистов, пейзажистов и всего прочего. Особенно мне понравилась моя прическа. И вы сделали меня совсем другого человека. Я не знал, что так все случится. В общем, большое вам спасибо. А я очень люблю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сроки акции со 2 по 31 января. Подробности на местах продаж. Оптика ССЭК. Новая коллекция очков 2016 года. Только лучшие оправы и солнцезащитные очки 2016 года с мировых подиумов в салонах Оптика ССЭК. Уже сейчас. Быть модным просто. Просто надень очки. Оптика ССЭК. Орда. Спа и бьюти. Салон вашей красоты и здоровья. Аппаратный и классический маникюр и педикюр. Косметология. Парикмахерская. Хамам и СПА процедуры. Все, чтобы вы ощутили себя богиней или богом. Холостой. Хотя пишет, что с удовольствием. Ну, хоть и говорят, что женщины любят глазами, а женщины ушами. Ну, хоть и говорят, что мужчины любят глазами, а женщины ушами. Серьезно. Ну, ничего сегодня, Оля, хорошо.